МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей Норин ТВ в студии Александр Жарков. И вначале коротко о том, что вы увидите. Дежурные группы работают в школе в селе Благословенко. Закрыли детский сад на ремонт. Водители возмущены, несмотря на объявленные правительством меры. Топливо в Оренбуржье продолжает дорожать. Любовь к зелью снова привела на скамью подсудимых. Закустка на плеерец и девист отправится на год в колонию. Готовилось ли покушение? Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые хотели расправиться с Виктором Иониди, а эта информация противоречит данным замоскворецкого суда. Что делать, если вы оказались в длинной пробке? Кому звонить, если в доме не работает лифт? И чьи документы нашел сегодня внимательный горожанин? Ответы в рубрике дежурный корреспондент. Сесть в кресло мэра все больше желающих. Сегодня список претендентов на этот пост пополнился на три человека. Кто они и что намерены менять в Оренбурге? Об этом расскажем далее в выпуске, а пока к другим темам. Рост растет и расти будет. Оренбуржцы возмущены новым скачком цен на топливо. На 2 рубля с конца прошлой недели подорожал дизель. Сейчас литр этого топлива на некоторых заправках дошел до 47 рублей 35 копеек. Оренбуржье не сдает своих лидерских позиций по уровню цен на топливо. Еще в феврале, когда средняя стоимость 92-го бензина в нашем регионе была 39,5 рублей, мы заняли пятое место в ПФО по стоимости топлива, догнав цены к городу-миллионнику Екатеринбурга. Спустя 8 месяцев цена 92-го на оренбуржских заправках остановилась уже на отметке в среднем 40 рублей 50 копеек. Точнее, вряд ли остановилась. На этот раз тенденцию роста поддержал дизель, подскочив за одну ночь на 1,5-2 рубля. 10 литров топлива владельцам дизельных моторов теперь обходятся почти в 500 рублей. Я не хочу об этом говорить, потому что на камеру приличного ничего в голову не приходится. Поднимают необоснованно и все. А как они, почему, чем они это обосновывают, непонятно. Ну, наверное, денег им там не хватает всем. На все поднимаются цены, а зарплаты ни у кого не растут, только расходы у всех растут. В Таорске заправить машину минимум на 2 тысячи рублей. Вот эту вот машину, хоть у нее и расход не очень большой. А что говорить про большегрузы? Конечно, отражает. А куда деваться? Цены везде растут. Параллельно с тем, что с каждым днем заправить автомобиль становится все больше роскошью, чем доступной необходимостью, отовсюду слышится обещание сдерживания стоимости топлива, введения мораториев и санкций в отношении нефтяных компаний, которые допустят повышение даже снижением акциз на бензин. Не прошло и двух недель с тех пор, как премьер-министр Медведев подписал очередное постановление, в котором утвердил соглашение властей с нефтяниками о стабилизации ситуации на рынке топлива, как на оптовом, так и на розничном. К контролю подключилась и антимонопольная служба. Нефтяные компании, которые расположены на территории Оренбургской области, должны получать нефтепродукты в тех объемах и тех ценах, которые зафиксированы на июнь 2018 года. Если есть какие-то там небольшие поползновения в сторону увеличения цен, нам сразу сообщают. Сразу мы будем принимать меры антимонопольного реагирования. В региональном управлении антимонопольной службы сегодня нам сообщили, что по факту нового повышения начали разбирательство. Специалисты направили запрос в нефтяные компании для выяснения причины очередного роста. Неизвестно, будут ли применены меры к компаниям, нарушившим соглашение с правительством. Зато понятно, что повышение стоимости дизеля неминуемо скажется на ценах в целом. Прежде всего, конечно, на продовольствие. Свои затраты на топливо сельхозпредприятия должны будут компенсировать. При условии, что ожидается подорожание бензина в следующем году, а также вступление в силу уже повышенного налога на добавленную стоимость, рост тарифов, ЖКХ, инфляцию. Тем временем, средняя цена литра бензина сравнима с таким же объемом молока. В конце октября в Оренбурге она составила 46 рублей 92 копейки. При этом объемы производства, даже без учета импорта, отличаются в разы. По данным Минсельхоза России, в 2017 году в стране производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составило порядка 18 миллионов тонн. При этом, по отчетам Министерства энергетики, топливо в этот же период было произведено примерно 39 миллионов тонн. Однако, в отличие от едва ли не каждодневного повышения стоимости бензина и солярки, молоко в Оренбурге выросло в цене этой осенью дважды. В октябре на 2%. В ноябре рост продолжился. На этот раз с 45 рублей 97 копеек до 46 рублей 92 копеек. При этом, основной причиной увеличения себестоимости производства сырого молока остается рост цен на дизель, удобрения и корма. И в продолжение темы о настроении. Оптимизм россиян движется к нулю. Все больше граждан начинают подозревать, что страна пошла не туда. Статью с такими данными публикует независимая газета и приводит мнение экспертов, которые считают, что нарушен баланс доверия народа к власти. Позитивного настроя среди россиян все меньше. Если в 2017 году считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, было почти 50%, то сейчас таких меньше трети. Среди опрошенных только каждый четвертый считает, что его семья через год будет жить лучше. Раньше людей с такими прогнозами было больше почти на 10%. Увеличилось число пессимистов с 13% до 25%. Причин для такого мнения жители страны эксперты называют несколько. Снижение доходов, которое продолжалось 4 года, коррупция, непопулярные реформы в пенсионной системе и в налоговой. Например, эксперты отмечают, что в правительстве прогнозировали рост доходов на 3,5%, а в реальности он составил меньше 2%. А в будущем рост зарплат, считают экономисты, будет нулевым. Грустная картина, представленная в опросе про бюджетные деньги. На вопрос, правильно ли расходуются средства казны, почти 60% россиян уверенно ответили, что нет. Этот показатель вырос за год на 12%. Кроме того, людей волнует, что у чиновников неоправдана высокая зарплата, слишком много средств тратят на помощь Сирии и Украине. Все это в целом сказывается на обнищании россиян и снижении позитивного настроя. По результатам опроса резюмируют социологи. Негативная повестка настолько стала превалирующей, что команда президента готова смягчать ее ради своего рейтинга. Для этого был придуман закон для депутатов, которые могут добровольно отказаться от доплат к пенсиям. Об этом мои коллеги говорили в пятницу с нашими экспертами. Все остальные повестки политические, которые есть в стране, они совершенно негативные. Это пенсионные реформы, это повышение НДС, ЖКХ. Вот эта смена, скажем так, губернаторов на представителей оппозиционных партий. Это все есть, и она, вот эта повестка преобладает. Таким образом президент или его команда хотят изменить некую повестку, разбавить ее положительными некими такими кейсами, чтобы она была неоднозначно негативной. Потому что негативная повестка плохо сказывается на рейтинг президента и доверие к власти. То, что происходит вокруг, легко находит отклик в народном творчестве. В сети на каждый повод последних месяцев можно найти креативную оценку россиян. Сейчас мы представим некоторые из них без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Потенциально опасной в селе Благословенко закрыли единственный детский сад «Солнышко». В пятницу родителям объявили в детское учреждение больше не приводить своих чат, а это порядка 100 детей. Точные причины людям не объяснили, сказав лишь, что нужен срочный ремонт. Отметим, что буквально два года назад здание уже было капитально отремонтировано. На месте все выясняла Наталья Горикова. В селе Благословенко Оренбургского района дети остались без детского сада. Такие сообщения родители пишут в интернете. Здание обслуживало несколько сел, и теперь оно находится в аварийном состоянии. На неопределенный срок, а возможно и на постоянной основе, родители вынуждены искать для детей новое место. Всего в Благословенке проживает около двух тысяч жителей. Большинство работает в городе, поэтому для родителей, которые не могут сидеть дома, детский сад просто необходим. В нем числятся более стадо шкалят. В действительности ходят около 80. Дома сидим. Из-за того, что закрыли? Ну да, и по неизвестной причине. В пятницу сказали нам, что сад закрывается. И все. Всем причем. У нас есть группа в WhatsApp, и там многие возмущаются. Потому что причины неизвестны. Отметим, что детский сад «Солнышко» уже несколько раз ремонтировали. В помещениях появлялись трещины, которые вызывали опасения у администрации. Сейчас же руководство говорит, ситуация другая, просела всего лишь от мозга. Мы смогли сами увидеть огромные провалы в асфальте. Но внутри якобы все в порядке. Правда, убедиться в этом не смогли. Внутрь нас уже не пустили. Нужно просто провести предупредительные мероприятия. То есть ремонтные работы необходимы? Ремонтные работы небольшие, да. Стройки пока еще не определены? Максимум мы закрыты на три недели. Подрядчик, скорее всего, ранее некачественно уложил асфальт. Теперь по гарантии будут переделывать, добавила директор. Это нужно для предотвращения проседания фундамента. От мозга защищает от дождя и снега. Родителям же предложили временный вариант. На сегодняшний день проводится комплекс мероприятий по предупреждению. Дети размещены на сегодняшний день в школе. Две группы работают. Правда, на сегодня в группах насчитали около 30 человек. Большинство семей нашли другие варианты. Для родителей все еще остается непонятным, почему сразу не рассказали истинную причину закрытия учреждения. На ремонт и только больше поселили сомнений. Теперь воспитанники вернутся в свои группы примерно 10 декабря. Более подробно ситуацию пояснили в Управлении образования администрации Оренбургского района. В октябре было проведено обследование здания. По итогам заключения специалисты сообщили, что аварийности нет. Но профилактические работы необходимы. Ремонт отмостков и укрепление стен, чтобы не было более негативных последствий. Эти работы, по оценке экспертов, необходимо сделать до зимних холодов. Водитель сгорел в собственном автомобиле. Произошло все в Курманаевском районе. По предварительным данным, когда сгорелась машина, водитель пытался выбраться, но не смог. Почему у мужчины не получилось это сделать? А также, что стало причиной возгорания, установит экспертиза. Драка закончилась тяжелой уголовной статьей, и куст конопли привел к долгому сроку заключения. О других происшествиях и преступлениях смотрите далее в рубрике «Ориентировка». В магазине, в кахозе имени Ленина, беседа двух жителей не задалась и закончилась сокрушительным ударом. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что сначала мужчины просто беседовали, но, видимо, сказанная фраза мужчины в темной коротке слишком возмутила собеседника. Ответил он уже кулаком. В течение нескольких минут он пытался поднять оппонента. И хотя пострадавший очнулся и даже попытался самостоятельно выйти из магазина, ему пришлось обратиться к врачам. После в дело включились полицейские. Установили, что 32-летний житель села ударил 50-летнего, оба были пьяны, но теперь возбуждено уголовное дело по тяжкой статье. Сообщается, что сельский Рэмбо свою вину полностью признал. Возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотрен части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации в причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет лишения свободы. Подвела любовь к зелью. Ранний судимый оренбуржец сегодня выслушал приговор за хранение 260 граммов конопли. В конце августа 2018 года Ягафаров, прогуливаясь по городу Оренбург, увидел куст дикорастущей конопли, после чего собрал части растений. В этот же день, находясь данным пакетом в руках, который он собирал, эту коноплю, он был задержан сотрудниками полиции. Поскольку попался с наркотическим растением при непогашенной судимости, вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Чисто, сердечно рассказываю, признаю свою полностью, прошу строгого не судить. Учитывая на иждивение малолетнего ребенка и престарелую мать, суд назначил подсудимому год колонии строгого режима и полгода ограничения свободы. А сейчас буквально небольшая пауза, сразу после которой мы продолжим. Не переключайтесь. И мы продолжаем, и вот что вы увидите во второй части программы. Готовилось ли покушение? Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые хотели расправиться с Виктором Иониде. А эта информация противоречит данным замоскворецкого суда. Что делать, если вы оказались в длинной пробке? Кому звонить, если в доме не работает клип? И чьи документы нашел сегодня внимательный гражданин? Ответы в рубрике дежурных корреспондентов. Пять человек отравились угарным газом в Беляевском районе. Среди пострадавших беременной женщины и двое детей шести лет и одного года. Все они госпитализированы, им оказана помощь. Отравление угарным газом пока предварительная версия. Сотрудники полиции устанавливают сейчас все обстоятельства произошедшего. Три к пяти. Теперь в списке претендентов на пост градоначальника восемь человек. Новыми кандидатами в мэра стали Москвич, бизнесмен и лидер державы. Сегодня документы сдал директор общества с ограниченной ответственностью Архград Владимир Кирчев. Также свою заявку подал лидер регионального союза защитников отечества державы, военный пенсионер Андрей Приказчиков. Ранее он заявлял о намерениях баллотироваться в президенты России и безуспешно участвовал в выборах депутатов горсовета и ЗАГСОБа. Восьмым кандидатом на должность глава Оренбурга стал проживающий в Москве Иван Унияд, официально безработный. Комиссии кандидат сообщил, что занимается созданием и продвижением бизнес-проектов. Ему 27 лет. Прием документов продлится до 22 ноября. Затем комиссия начнет проверку полноты и достоверности поступивших документов. Уже 10 декабря, в день конкурса, комиссия определит не менее двух наиболее достойных кандидатов. Конкурсом заинтересованы, но пока все выглядит совсем не серьезно. Об этом говорили наши эксперты. Картина станет яснее и явные претенденты появятся лишь к концу недели, уверенно говорили они. Статусность города, большое хозяйство. Человек случайно сюда прийти не может. И вот первые дни мы видим, что либо нас просто повеселить решили сами кандидаты, либо какой-то кризис в этом плане, что люди пока не решатся на себя взвалить такой вот груз. Может быть после того, что случилось с предыдущим главой. Скорее всего мы увидим более достойные кандидатуры, но немного позже. Здесь такой момент тоже может быть, что надо кого-то с кем-то сравнить. ЮМЗ. Последний шанс на спасение за президента морские машиностроители, находящиеся в вынужденном простое с 12 сентября, написали открытое обращение к Владимиру Путину. Трехтысячный коллектив рассчитывает на личное участие главы государства в решении проблемы. В противном случае предупреждают, что с ликвидацией градообразующего предприятия Восточного Оренбурга социальная напряженность может усилиться. Если на улице окажется 3000 сотрудников, а учитывая семьи, то доходов лишится не менее 10 тысяч человек. А это в свое время не может не отразиться на всей инфраструктуре Орска. В бескрайних цехах отключено отопление. Долг машиностроителей перед энергетиками превысил четверть миллиарда рублей. Общий долг перевалил за 3,5 миллиарда. Тем временем, по данному гласного правительству, предприятие есть портфель заказов почти на 2 миллиарда рублей. Пока идет вынужденный простой сотрудникам завода, начисляют две трети от зарплаты. Однако моральная обстановка в семьях рабочих накаляется. Овлобленное настроение. Денег нет, за квартиру платить нечем, кредит платить нечем. Дети кушать хотят, мы тоже взрослые кушать хотим. Две трети начислять начисляют, но выплачивают, не выплачивают. Нам за август дали и должны за сентябрь, за октябрь. Ну и скоро вот уже ноябрь закончится, уже два с половиной месяца получается. Обещание, что предприятие скупит «Газпромбанк» тает на глазах, об этом сообщалось ранее. Проблемная ситуация не решается. Долг растет, как снежный ком. Вынужденный простой продлен до 3 декабря. Не исключено, что сроки могут вновь сдвинуться не в лучшую сторону. Относительно положительный пример переписки с президентом имеют сотрудники птицефабрика «Родина» в Сорочинском районе. После телеобращения к Путину их все же навестил губернатор. Стали выплачивать зарплату, искать инвестора. Комбикормовый завод пришел на помощь и спас обреченную, наверное, гибель, голодающую птицу кормом. Спасет ли машиностроителей? Личное обращение к Путину пока неизвестно. Вопрос поиска инвестора решался на столичном уровне, но пока так и не решился. Была ли попытка покушения? Новые обстоятельства в деле Виктора и Аниди. Напомним, в начале месяца мы сообщали о том, что стало известно причиной перевода оренбургского бизнесмена в колонию Алтайского края. Как сообщается в материалах замоскворецкого суда, на Виктора и Аниди готовилось покушение. И в целях безопасности его перевезли в другой регион. В материалах суда указано, что есть конкретный человек, который готовит физическую расправу над Виктором и Аниди. В то время он отбывал наказание там же, что и бизнесмены. Настраивал других осужденных участвовать в расправе. Суд достоверно установил, что перевод Аниди в колонию другого региона обоснован ради его же безопасности. А тем временем Оренбургский следственный комитет совсем недавно дал ответ на адвокатский запрос защитнику Виктора Аниди, в котором сообщает, что после проведенной проверки оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Муравьева, который якобы и готовил покушение на Аниди, нет. То есть отрицает факт покушения на убийство. А соответственно нет и оснований для перевода Виктора Аниди в Алтайский край. И вообще вся эта история вызывает у адвокатов Аниди сомнения, как вообще могла проводиться проверка, что следственным комитетом, что УФСИН, если бизнесмен не обращался с заявлением о готовящемся в отношении него преступлении. Здесь стали доступны материалы ФСИН, Россия, ФСИН Оренбургской области, в ФСИН Оренбургской области, из которых следовало о том, что имеются лица, значит, там не одно лицо, не только лиц, которые планировали совершить физическую расправу в отношении Екатери Ивановича. Если бы эти лица действительно планировали какую-то физическую расправу, то в отношении них должно было быть возбуждено уголовное дело? Да, я полагаю, совершенно вы правы. Почему оно не было надлежащим образом зафиксировано, почему не было расследовано, если действительно угроза реальна, а Московский суд городской, это Москворецкий районный суд года Москвы, в своих решениях пишут, что угроза реальна. Напомним, Виктора и Аниди в прошлом году признали виновным в подготовке заказного убийства. Суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам тюрьмы. Свою вину Аниди не признал. В ходе судебного разбирательства в качестве мотива подготовки убийства называлось желание Виктора Аниди завладеть бизнесом своей жертвой. Он занимался поставкой овощей из Узбекистана. Само же уголовное дело бизнесмен назывался фабрикованным в отношении него и, по мнению Аниди, отправить в тюрьму его необходимо, чтобы получить контроль над логистическим центром на шелковом пути, над проектом которого и работал бизнесмен. Кстати, открытие логистического центра в Акбулаке по-прежнему актуально. В конце сентября губернатор Юрий Берг на встрече с делегацией из Узбекистана озвучил такое предложение. Поезд дальше не идет. Решение принято. Минтрансом маршрут фирменного поезда Оренбужья изменится. Начиная с 9 декабря, поезд будет следовать только до Самары. Далее вагоны Оренбужья будут включать в состав поезда Челябинск-Москва. Такая мера должна сократить пассажирам время в пути на 2 часа. Но существует опасение, что в итоге поезд Оренбужья потеряет свой статус. Вопрос об изменении маршрута фирменного поезда Оренбужья обсуждался еще в августе. Эта мера напрямую связана со снижением пассажиропотока. Использовать фирменный поезд от Оренбурга до Москвы стало невыгодно. Поэтому с 9 декабря на фирменном поезде Оренбужья можно будет доехать только до станции Самара. Здесь вагоны будут перецеплять и включать состав поезда Челябинск-Москва. Но эти новшества могут привести к тому, что поезд потеряет свой статус. Сообщается, что обращение губернатора и депутатов в Министерство транспорта не помогло. Решение осталось без изменений. А в ответ на письме Минтранс отметил, что представлена технология разработанного интереса пассажиров. Согласно обновленной схеме движения, сократится время пути на 2 часа. В столице люди окажутся не в 10 часов 29 минут, как это было раньше, а в 6 часов 22 минуты. Если вы оказались в длинной пробке из-за ДТП, можете ли повлиять на ускорение потока, когда виновники затора затянули с оформлением аварии своими силами? Кому звоните, если не работает лифт и чьи документы сегодня нашел внимательный горожанин? Ответы на эти вопросы в нашей постоянной рубрике «Дежурный корреспондент». Решайте проблему сами, но не создавайте пробку. Сегодня в редакцию звонили автомобилисты, которым пробки на дорогах испортили пятничный вечер и субботний день. В пятницу из-за ДТП на улице Чечерина было невозможно попасть на мост. А в субботу днем примерно на том же месте вновь образовалась большая пробка. Машины, попавшие в ДТП, перегородили две полосы. Водители возмущены, почему сотрудники ГИБДД так долго не приезжали на место аварии и заставили многих горожан терять драгоценное время выходных. В пресс-службе ГИБДД ответили, что заявки об этом происшествии в дежурную часть не поступало. Возможно, водители решили самостоятельно оформить аварию, мол, это экономит время, но, видимо, не в этот раз. А сотрудники ГИБДД выезжают на место ДТП в обязательном порядке, если есть пострадавшие в аварии. Но другие автомобилисты, которые стали заложниками пробки на долгое время, могут позвонить в дежурную часть и сообщить, что водители не справляются с оформлением ДТП. Им нужна помощь. Тогда экипаж приедет и решит проблему. Лифты работают с переменным успехом. С такой жалобой в редакцию обратился Александр, который живет на улице Джангильдина, 9-1. В доме лифт работает, но не каждый день. Если он работает сегодня, это не значит, что и завтра он будет функционировать. Такая лотерея жителям дома уже надоела. В Юж-Урал-Лифте людям посоветовали звонить диспетчеру по телефону 36 60 28. В те моменты, когда лифт перестает работать. На место выйдет инженер и наладит механизм. Водительские права, СНИЛС и банковские карты. Дудченко Владимир Алексеевича найдены. В редакцию с новостью о такой находке обратился местный житель. Представиться он отказался, но свой номер телефона оставил. Поэтому Дудченко Владимир Алексеевич, 1999 года рождения, может вернуть свои документы. Это все заявки на сегодня. Не забывайте делиться с нами своими новостями и наблюдениями. Мы ждем ваших звонков. На этом у нас пока вся информация. В 23 часа мы продолжим. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова